друзья привет с вами компания сферокар меня зовут никита и сегодня у меня для вас не совсем обычный обзор вернее обзор будет обычный но этот автомобиль которому по мнению многих наших зрителей не место среди покупок из японии осенью 2022 года очень классная кстати говоря осень поэтому пока не сильно холодно я решил что этот автомобиль все равно достоин вашего внимания поэтому встречайте красавчика это toyota crown 204 кузове 2010 год поясни за crown скажете мне почему это ему не место чекра он там где же ему еще место кроме как на страницах нашего альбома хотел сказать помните раньше видео альбом это я все к чему потому что 99 процентов автомобилей которые ездят по нашим приморским дорогам это естественно японские тачки и если человеку который далек от этой всей культуры автомобилей вообще с правым рулем от дальневосточного автомобильного рынка сказать назови любую японскую тачку он чё скажет он скажет либо королла конечно у меня еще мысль была но королл я не нашел а вот crown у меня есть потому что crown точно называют все когда я обнаружил в списке покупок crown 204 кузове очень этому обрадовался потому что на мой взгляд это последний трушный crown не скажу что крауна сейчас делать плохими или какими-то не такими но они действительно уже не те и сегодняшнем обзоре мы будем выяснять так это или не так и достоин ли он вашего внимания вообще достоин стопроцент если не вдаваться в детали да не расхваливать его за вот эти вот голубоватые фары и голубоватую оптику которая только в гибридной версии доступна не зацикливаться на хроме на вот этих идеальных линиях воздухозаборниках и туманках то можно сказать что обычная тачка стандартный классический седан очень сильно похож на примяху я сегодня кстати говоря обратил внимание что если взять примяху 260 немножко его так раздуть получится вот такой же crown и не потому что crown плохо выглядит как примяха среднеклассовый такой седан а потому что примяха в новых кузовах выглядит вот так вот помните я сказал что это последний на мой взгляд трушный crown почему потому что следующее поколение 200 десятых кузовов она более сбитая более угловатая в круглых формах но более угловатая те кто понимает о чем речь я думаю поймут и меня так вот эта версия последняя максимально диванная потому что у большинства ребят из 90-х и из двухтысячных эти тачки ассоциируются все-таки с диванностью это та тачка которая при своем огромном запасе мощности позволяет вам спокойно откинуться на спинку кресла на регулировать одну из тысячи функций электропривода ваши сидушки короче тачка в которой все по кайфу запас мощности огромный и вы можете вальяжно катиться себе 40 километров в крайней полосе и быть просто уверены что в случае чего вы победите что я хочу сказать о задних стопорях вот в этом поколении в двухсотых кузовах пошло разделе то есть убрали простые комплектации типа royal extra до остались две версии royal и атлет каковыми мы их привыкли видеть на сегодняшний день в 220 кузове вместо royal и атлет появился у нас rs и просто джишка или просто с к просто цешка вот этот вот красавчик у нас кузове рояль о чем это я о том что атлет заслужил большую популярность чем royal салон среди наших покупателей эта версия считается более спортивной более сбитой такой более угловатый royal все-таки остается более диванной все-таки приближенный больше крауняги вот в этих кузовах эта диванность ощущается еще больше я хочу сказать что внешне мне royal вкатывает больше чем атлет потому что атлет это что-то все-таки приближены уже к марку иксу больше агрессии больше такой сбитости походовки меньше расслабленности меньше кайфа вы получаете от управления когда мои личные мнения и вот именно 200 кузов который самый толстый самый комфортный самый огромный диван стоит сейчас передо мной и я необъятно кайфу от того что удалось его выхватить в состоянии новой тачке без пробежной и прокатиться по внешке royal салон для меня топ тут можете писать ты просто тупой не понимаешь что атлет уже давным-давно в тренде royal салон для дедов потому что я дед что мне еще нравится в дорестайловой версии у гибридных крауняк идут белые стопори полностью поначалу смотрелось своеобразно по-новому но если присмотреться задуматься то вот вот такой версии прям вот то что нужно когда машина если мне не хочется затонировать стопори на какой-нибудь тачке это значит что тачка выглядит идеально у нас бампере два отверстия которые здесь действительно не декоративные а выполняют функцию отвода выхлопного газа это хорошо заметно потому как прикоптилась у нас хотя тачка только пришла с японии только помыли и все равно видно следы поэтому газку на ней поддавали как-никак а три с половиной литра уже просто выпрашивает эта машина к я сказал да сорокет километров катите спокойно все равно раз не раз газку подавать вы будете что хочу сказать про колеса хочется поставить чуть побольше есть машины которые вот прям в оригинале выглядят идеально и не хочется трогать вот это возможно мы привыкли уже к этой модели да и видели уже что с ними можно делать потому что тачки подвергаются разнообразному тюнингу и дрифтят на них и и драка все остальное короче чуть пожирнее здесь стоят 18 диски на сорок пятом профиле ну скажу что для комфортной рояльной езды хотелось бы чуть-чуть повыше очень кайфовая штука который который оснащены только роял салоны это доводчики дверей всех четырех они здесь есть это очень классно но пока у вас тачка новая я думаю что очень редко вы будете сталкиваться с теми ситуациями когда эта функция нужна потому что здесь двери закрывается очень кайфово мягко точно и вот так щелк хочется открывать и закрывать вечно вот в гелике отвратительно а здесь прям классно значит у нас одна из самых удачных на мой взгляд версии это три с половиной литра на 296 лошадиных сил и гибрид еще на 130 с копейками киловатт мощности хоть отбавляя 6 секунд разгоняется до сотни тачка плюс-минус замерять конечно же не будем это уже не актуально я думаю никому плюс crown не выбирают все-таки как гонку эта машина для серьезных ребят которые хотят чувствовать себя уверенно и катиться максимально комфортно два жир на три с половиной литра есть в этих же кузовах трехлитровые моторы 3 жир и двух с половиной литровые 4 жир которые пришли на смену gz там каждую версию вы можете получить на переднем на переднем приводе чуть не поверили да хотел сказать на заднем либо на полном приводе естественно я считаю что полноприводный crown но не совсем уместный выбор потому что для тех кому нужен полный привод постоянно эти ребята просто crown не выбирают но тем не менее есть есть клиенты которые ищут крауны именно на полном приводе их намного меньше в японии они ощутимо дороже стоят их реально сложнее купить но тем не менее toyota дает вам выбор вот в том поколении вспомните следующее поколение 210 кузов у вас два с половиной гибрид два с половиной не гибрид и три с половиной все что пошло последующим поколением вы узнаете появился эти говорят два литра turbo на смену знаете чему на смену трех с половиной литровому тому же самому 2 жиру на триста шестьдесят лошадиных сил которые достигаются за счет того что тут установлен механический чарджер компрессор проще говоря и это самая наверное топовая версия по мощностям из всех краунов которые были в истории так так если и атлет вы не читать но и там все было задушено до 280 лошадиных сил салон друзья это самая фишка так же как и по внешке в двухсотом крау него мне нравится намного больше чем в двести десятом потому что это максимальная трушность посмотрите на вот этот ворс даже покрытие не ковер а само покрытие вот это коврова ковролин короче пол он здесь настолько мохнатый короче комфорта шумоизоляции теплоизоляции в этой тачке подсознательно намного больше не буду плохо говорить про следующие кузова в которых больше пластика больше более холодная кожа не замуж я не дорос просто до них но вот в этой машине как-то комфортнее и теплее если бы он еще был на велюре это вообще был бы топчик вот это тот самый трушный кран по интерьеру топчик стандартная крауновская панель очень большая массивная во всех кузовах в новых осталось точно так же все элементы каждому свое местечко вот такие вот серенькие вставочки они взаимосвязи от комплектации тоже могут быть разного цвета где-то деревяшки где-то серенькие вот такие спортивных по моему под карбон еще остались смотрится топ докопаться не до чего по материалу как всегда все на уровне это все-таки краун при том что это тот самый краун в котором не может быть что-то не на уровне здесь огромный цветной дисплей на котором все круга говоря анимировано очень классно прорисовано очень четко и ты сразу же понимаешь что ты сидишь нифига не в обычной тачке не в короне не в кресте и даже не в двести десятом крауне это самый крутой самый жирный двухсотый диван вот чё я хотел сказать никого не удивишь конечно же функциями электропривода подогревом сидений охлаждением сидений да в каждом сидении кстати говоря фильтр который дилерских центрах японии меняют здесь я думаю вряд ли кто там заморачивается вот во всем остальном поддержу тех людей кто говорит что краун это та тачка в которой нужно ездить сзади потому что здесь намного больше опции для пассажиров чем для водителя хотя водитель комфортом и вообще умиротворением от управления под этим красавцем отделен не будет короче если вам сзади мало места вы можете просто не вставая с кресла так вот сказать слышь ты киса ну-ка вперед отъехала а потом ну-ка сюда легла точно также вы можете делать и сводительское сидение у нас огромная центральная консоль в бардачке он же под локотники откуда идет управление магнитолой откуда идет управление спинками сидений все как в маджесте при том что это что-то просто краун это просто гражданская тачка которую сейчас может позволить себе практически каждый мы сейчас дойдем до цены друзья и вы поймете почему я так старательно нахваливаю этот кузов даже несмотря на то что он мне просто нравится больше всех вот по опциям по управлению по тому как кайфово сидеть в этих краунах я думаю вы все прекрасно знаете здесь я ничем вас не удивлю точно так же можно сидеть и в новых очень нравится двигать переднее кресло сзади сидя пойдем покажу еще багажник и подойдем к выводу расскажу о чем вообще мы здесь собрались картошку вы перевозить в этой машине точно не будете но если будете хотя я знаю будете мы же в россии живем здесь все ввозят картошку во всем пожалуйста а если вытащить вот эту вот полку убрать запаску сюда картошки можно пол гектара насыпать наверно нельзя здесь открыть сквозной проход в салон конструктивно так выполнена машина но место для там одного мертвого человека или нескольких сумок здесь предостаточно смотрите до багажник тоже с электроприводом было бы странно если бы он был бездаводчиков редко такое говорю или все время говорю неважно либо редко либо все время но я прям кайфую от того я просто еду на этой тачке вот это вот как на водяном матрасике знаете едешь он тебя убаюкивает очень кайфовая педаль газа с огромным-огромным ходом и и прям не хочется давить больше чем наполовину вот пока она на электротяге катится вообще прям наслаждение вау как будто реально сидишь дома на диване только проснулся такой кофеечку сюда поставил и качешься вроде уже и дела какие-то делаются город вокруг тебя такой как как абстрагированный то есть ты в этой машине чувствуешь себя не столько комфортно столько комфортно но ощущение я вам скажу идеальной безопасности выехали на трассу добавил до половины нейропедаль газа и вот он опять очередная порция экстаза от того что из убаюкивающего вот это вот огромная-огромной колыбельки перламутровой он превращается в мощную в мощную спортивную машину практически если вы ездите один объясню почему потому что здесь у нас функция памяти сидений да и обычно это когда муж жена очень классная вещь каждый раз не настраивать заново но когда вы ездите один эту штуку вы используете как как переключение режимов между спортивной и комфортной ездой то есть если вы в агрессивной манере куда-то опаздываете такой весь на веселее на бодре включили спинку повыше руль поближе к себе и начинаете гонять хасанить маневрировать нельзя так делать кстати говоря но очень удобно если вы на расслабоне катитесь диванном варианте откинули спинку назад и радуетесь просто каждому каждому моменту приборка просто вообще бомбическая я залипаю на нее ловлю себя на мысль на то что я просто смотрю как у меняются вот эти вот режимы работы спидометра как вот эти нарисованные стрелочки отзываются на каждую нажать педаль очень круто по управлению тачка отзывчивая присутствует вот это вот вальяжная и кренистость сюда но здесь это скорее плюс чем минус потому что от этой тачки повторюсь хочется максимум комфорта и вы его получаете ну друзья почему я всех вас собрал сегодня спросите вы чем мы там не видели этот 200 кузов уже свое отъездил свое от привозился и так далее сейчас двести двадцатый подавай или новые вот эти краун кроссовер который есть объясню почему потому что от одного миллиона двухсот тысяч рублей заурчал малыш от одного миллиона двухсот тысяч рублей вы можете привести себе седан бизнес класса который выглядит вот так это реальная актуальная цена не на битье не на троечки не на всякую помойку ржавую что можно взять за миллион двести рублей такого класса сверх шестой аккорд ну тачка который я очень люблю но блин до двухсотого кузова не дотягивает все таки краун есть краун как и говорил сергей сергеевич раньше я спорил 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 но все равно прокатившись на этом красавцы базар нет краун есть краун миллион двести я говорю про цену на двух с половиной литровый двигатель 4 жр на заднем приводе естественно если вы хотите три с половиной гибрид порядка миллион шестьсот миллион шестьсот пятьдесят можно дать такие машины и тоже в хорошем состоянии опять же вернемся к миллион шестьсот кого вы возьмете никого и если брать уже прям по жиру вот таких красавцев в идеальном состоянии 10-11 года миллион семьсот миллион восемьсот может быть вот такой вариант при том что люди дают миллион восемьсот когда можно в этот же бюджет привести 210 кузов двух с половиной литровый гибридный года четырнадцатого или пятнадцатого миллион шестьсот сейчас миллион восемьсот заходит и это только подтверждает то что я не един со своим мнением о том что 200 краун это последний из самых трушных правняк в общем друзья спасибо что досмотрели обзор до конца не знаю как вы я лично получил огромное удовольствие того что прокатился на этом красавцы и подтвердил для себя в сотый раз одну и ту же мысль которую я вам твержу целый день настоящий диванный кровняга должен быть именно в 200 кузове поэтому друзья помните что идеальный автомобиль в японии есть для каждого и возможно где-то там уже ездит ваша будущая малышка подписывайтесь на наш канал если еще не подписаны ставьте лайки и до новых встреч компания сферокар предоставляет полный комплекс услуг по подбору доставки растамаживанию и отправки по россии автомобилей с аукционов японии компания сферокар ваш эксперт в выборе качественного автомобиля